взяну дима проснулся уже зарядку делает время у нас как всегда уже без 15 10 ну ну дима даже в 9 часов проснулся он пока полежал чуть-чуть но нужно зарядку практически сделал уже доделывает а я утром бегала на рынок ну и как снимала вам утреннее видео баксик тоже у нас солнышке отдыхает купила еще баксику наполнитель вот такой к там для каши варить вот такой крупы полтора килограмма сейчас по 20 рублей у нас и корм пуфик тоже килограмм взяла вот ну грудки у меня есть головки еще есть так что еда есть за что вам огромное спасибо друзья на баксик баксик уже и позавтракал теперь на солнышке отдыхает хорошо да ты лежи жирок только не завязывай ну а на завтрак у нас сегодня будут блинчики блинчики будут вот таким сваренным сгущенным молоком блинчиков конечно много мы сразу все не скушаем но я жарю сейчас все потому что если поставить в холодильник я уже говорила они потом плохо переворачиваются поэтому я намешала там ковшик вот все сразу и сделала если что потом на ужин и надо кушает что всем приятного аппетита кто тоже собирается кушать ну друзья опять у нас четверостише читаю я любите родную природу озера леса и поля ведь это же наша с тобою навеки родная земля теперь дима выше я не буду ставить потому что выше ты задираешь голову вот так ниже родной где я не найдете идем это же наше родной родной в холодильник нормально правда у нас зрителя нет сегодня он отдыхает ты уже прям выучил наизусть тобою вот так раз прочитал и уже наизусть запомнил когда куплетик такой складные хорошо и запоминается ну все друзья дима занимается а я страхую не надо он там себя чувствует да так более-менее в безопасности когда рядом стеночки и такое бывает да что надо присел а подняться не может разогнуться также лучше не будем рисковать все стишечек прочитал и хватит друзья я сегодня приехал опять свой поселочек проведать своих родных братика тоже черешня скоро поспеет братик на все покосил тут напротив не живет никто она сюда залетела не надо велосипед и рюкзак занести друзья ну вроде чуть-чуть подутихли не летают валя больше вроде чуть-чуть курчатки 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 молоденькие бролики тепленько у них тут хотела поснимать по дворе но надо быстренько пробежать ой кажется что-то жужжит ой клубничка цветет как но мы быстренько сейчас выйдем к сестрички во двор там поснимаю будь а то здесь опасно для жизни все цветочки фотографируют и снимаешь до света приходит с Линдой подружилась скоро черешня будет ага доехала видела и здесь тротуарчик тоже он выкосил нет а я думала здесь над дорогой цветочки видно ага беленькие красивые ой ой спасибо ой малина тут сюда вылезла петушки же отцвели да ой пионы тоже будут здесь вот эти желтенькие ой красивые а вон такие фиолетовые ага я тоже у себя такие посадила но не знаю вылезут там или нет так они уже отцветают ну да уже видно ага я тот раз как приезжала вам говорила что маки будут цвести ой какая красота линдочка красивая маки уже отцветают вон и петушки тоже ага сейчас сейчас линдочка иду тоже красивый такой эх линдочка приветик приветик что я пахну чем-то да куку ку и тут черешень сколько будет курки приветик все еду домой аж не верится что здесь раньше дома были все видите все развалина все заросло как леса посадка везу яиц еще я им гуманитарки чуть-чуть привезла гречки риса пшено поделилась а нам яйца мы с бабушкой поделимся еще эти все дома рассыпанное хозяйки здесь где-то прилетел снаряд заборчик делают обещали восстановить домик так сейчас пока временно чтоб люди тут не лазили здравствуйте потихоньку буду ехать яйца не побить в общем назад легче тут назад все время с бугра собаки только ладно друзья добрый вечер идем кормиться пошли все все встречают да пошли василия нет василия надо будет звать все уже на дороге встречают сейчас все прибежал и василий да всем приятного аппетита все грызут и гости у нас да щенок не голодный положила ему кашки они вон бегают играются на мусорке вкусней иди сюда на иди кут 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 что-то грызет сейчас пойду посмотрю что-то с мусорного пакета жрет а тут косточки кто-то выбросил да с мусорки вкусней ух ты шляпки какие кому нужны шляпки а что ты не кушаешь пошли иди кашку кушать иди на иди кушай иди на иди кушай не хочет не хочет не голодный ну и ладно а головку будешь на головку будешь головку буду ладно котам насыплю вон кто-то и кашу ест да вкусненько ну и хорошо раз не хочет значит не голодный все что-то у нас погодка тучки гуляют наверное дождь будет так что кушайте а я сейчас водички еще поналиваю и все дружбанчик грызешь ну грызи отдала я всю кашу им вкусно вот этот гость голодный голодный и головку съел и рычит никому миски не подпускает да василий васенька все у тебя там нормально ни день ничего нет никаких ранок не все все пошла домой пусть у меня провожает василий ты тоже провожаешь ну пошли пойдемте домой наелись от пуза все пошли ветер поднялся да вон тучи какие вообще все полностью заполокло куда куда зовешь куда-то или ты провожаешь я никуда не пойду сегодня погода какая меня он домой провожает заодно как раз покажу вам как дворники поубирали здесь подмели вот от бордюра видите покосили немножко траву чтобы было видно бордюрчик все тут вокруг поубирали и кучку мою тоже убрали и сюда вот немножко за угол тупо подметала подгребла все забрали все бусинка я домой все василий пока все гуляйте гуляйте василий друзья назад я варю кашу для котиков для собак это здесь у меня пока еще бульон я еще покупала 2 каркасика вот я на 4 части ну в общем 2 каркасика на 4 части разделила на 4 каши варится и добавляю немного фарша тоже вот сейчас немножечко подсаливаю еще чуть поварится и можно будет крупу засыпать ну а нам на ужин я хочу сделать курицу бедрышки с картошкой картошка это молодая брала немножко я все это замариновала часика два постояла и буду запекать не в рукаве хочу на новой сковороде ручку я уже открутила вот на низ чуть-чуть маслица картошку выложу на низ и сверху выложу бедрышки ну и залью вот этим бульончиком что рассольчиком что получилось ну и буду запекать я думаю молодая картошка быстро приготовится вот ну а что получится посмотрим и попробуем вот так у меня получилось как раз ровненько на всю сковороду тут у меня 8 бедрышек может опять напишите комментарий что живут вдвоем а едят как на огромную семью я еще расскажу что мы я готовлю мы будем мясо точно есть наверное целую неделю нам кусочка одного бедрышка дима на двоих хватает вполне поэтому я просто готовлю чтоб каждый день не готовить через день потому что время много уходит на занятия а также мы сейчас потеплело почаще будем ходить гулять а готовка вы сами знаете занимает очень много времени после готовки нужно еще все поперемыть вот у меня тут сколько и кастрюльки и миски все задействовано пока все поперемоешь водички нагреешь кастрюльки чтоб была теплая не идет у нас каждый день горячая вода поэтому все духовочка сейчас включу нагреется и можно отправлять все я вытащила свою корочку вот такая подрумянинная я даже сверху еще потом фольгой чуть-чуть накрывала чтоб картошка приготовилась картошечка тоже мягенькая курочка тоже пахнет так в общем друзья всем приятного аппетита кто тоже собирается кушать сковородка я довольна все помещается в ней ведь и запекается все спасибо и рачки огромная